Музыка Только книги и звезды под таким девизом прошла культурная бессонница в Маяковке. К этому мероприятию сотрудники библиотеки готовились около года. В прошлом году было принято решение о том, что мы должны провести такое мероприятие в формате библионочи. Мы готовились, готовились. А что было самое сложное в подготовке? Самое сложное. Нужно найти то, что будет интересно всем возрастам, начиная от маленьких деток, от пяти и заканчивая взрослыми. Потому что хочется, чтобы пришли к нам все и нашли интересное для себя. Интересное для себя в этот вечер действительно нашел каждый участник акции. Началась бессонница с подведения итогов семейного конкурса «Арт Дэйко». В нем участвовали школьники и воспитанники детских садов. Да, жюри пришлось нелегко. 150 работ. Чего тут только нет. Здрасте. Здрасте. А что будет? Ничего не будет? Клокончик. 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 Здесь представлено около 150 книжных сокровищ. Для самых юных читателей работали творческие мастерские. Клокончик. Клокончик. Да. Клокончик. Клокончик. Нужно место закладки. Тогда точно не потеряем. Старк. Клокончик. И тачки. Клокончик. Посмотреть. Это мараба. Постанье. Я сделал его из пластмассового стаканчика, вырезал его, приклеил глазки и назвал его Саша. Одни разгадывают краеведческие кроссворды и ребусы, другие режутся в настольные игры. А здесь литературный карнавал. Ребята меряют костюмы любимых сказочных героев и придумывают своих. Полно посетителей и в зале военно-морской славы. Мне понравилась эта лодка, а мне костюм Ушакова. Там на неведомых дорожках экскурсия в книгохранилище, туда, где еще никогда не ступала нога читателя. Говорят, здесь витает дух Маяковского. Я достаю из широких штанин. А в этот момент члены жюри подводят итоги городского конкурса «Библиомаяк» Маяковскому 120. В нем участвовали учащиеся студенты, педагоги, поэты и писатели города. Всего было представлено более 80 работ в 9 номинациях. Светлана Домрачева победила в конкурсе с гимном библиотеки. Ранитными глыбами выложу рекомендацию настоятельную. Стройными рядами, дружно, в ногу. Шли бы вы все в библиотеку, товарищи. Приключения, конкурсы, игры, викторины. По центральной библиотеке саровчане путешествовали до полуночи. «Библионочь» в этом году здесь прошла впервые. Но организаторы надеются, что бессонница в Маяковке станет ежегодной традицией. Продолжение следует...